Добрый день. Хочу поблагодарить, во-первых, все представители СМИ за проявленный интерес к нашей пресс-конференции. Тема сегодняшней пресс-конференции «Наш дом Молдова» объявляет о проведении внеочередного съезда партии и присоединении к партии бывших членов ПКРМ. Мы не случайно выбрали и сегодняшний день, сегодняшнюю дату 22 апреля, день рождения Владимира Ильича Ленина, как тот день, когда стоит объявить о внеочередном съезде партии. Сейчас объясню, почему. Вы помните, что и на предыдущих пресс-конференциях, и неоднократно мы говорили о том, что партия коммунистов Республики Молдова после произошедшего сговора с олигархами, с Плохотнюком, с Филатом перестала быть оппозиционной. А после голосования за правительство Габурича и после того, как они поддержали программу деятельности правительства Габурича, вообще перестали иметь что бы то ни было общее с левой идеей, с марксистской философией, с построением социализма или общества социальной справедливости. Партия коммунистов Республики Молдова сегодня и ее руководство решает абсолютно меркантильные вопросы. Они понимают, и вся фракция по КРМ в парламенте понимает, что это их последний срок, и они будут и дальше продолжать голосовать на троих все законопроекты вместе с Филатом и Плохотнюком. Поэтому, и опять же неоднократно говорили, к сожалению, была предана идея, были преданы члены партии, сторонники, избиратели, фактически те голоса, которые получило по КРМ на выборах, просто-напросто были обналичены. И про людей никто и не вспомнил, которые поддержали партию. Это чувствуется сегодня на местах, во всех районах. Идет массовый уход из партии, очень много заявлений о выходе из партии. Повсеместно. От Окницы до Лу, конечно. Целыми партийными организациями уходят. И об этом прекрасно понимает и знает и Владимир Воронин, и все, кто сегодня захватил руководство ПКРМ. В этой ситуации все те, кто не изменил своим взглядом, кто не изменил своим убеждением и ценностям, всем тем, кто не делал сделку с собственной совестью и против альянса коммунистов с олигархами, ворами и бандитами во власти, Конечно же, все они хотят видеть какую-то альтернативу сегодня на левом фланге. Настоящую левую партию, подлинную, марксистскую, которая будет в оппозиции к действующему режиму, к действующей власти. Которая будет бороться против любых форм угнетения, подавления личности. Будет бороться за построение подлинного общества социальной справедливости. И будет отстаивать интересы, будет таким политическим отрядом, отстаивающим интересы всех людей труда. Эту альтернативу ждут, эту альтернативу ищут. Именно поэтому было принято решение о проведении внеочередного съезда партии 10 мая с целью внесения изменений поправок в устав партии, наш дом Молдова, принятие программы партии в новой редакции и изменение названия партии, для того, чтобы оно более соответствовало содержанию в нынешних конкретных условиях. И одно из таких рабочих названий, конечно же, последнее слово скажет съезд, это название Красный фронт. Фронт не потому, что мы в прямом смысле сейчас возьмем автоматы и пойдем на фронт бороться с кем-то. А фронт как объединение граждан вокруг общих целей и задач и идей. Красный, чтобы ни у кого не было никаких сомнений. Кто мы? Мы красные. Которые все сказано. И, конечно же, в этих условиях мы считаем, что способны представить именно ту альтернативу, которую сегодня ждут и коммунисты на местах, и наши сторонники-избиратели, те, которые доверяли нам свои голоса на протяжении предыдущих и парламентских, и местных выборов. Конечно же, это создается не под эти выборы местные и так далее, эти местные выборы пройдут, и о них, наверное, забудут через две недели. Но мы планируем участвовать и в этих местных выборах так же. Задача это будущие парламентские выборы. Ну и, конечно же, главная цель это смена власти, освобождение страны от олигархов Плохотнюка, Филата и Воронина. Радует тот факт, что за последние дни, недели, после того, как было объявлено о появлении новой альтернативы на левом фланге, на крайне левом фланге, очень много хорошей, позитивной реакции абсолютно с разных уголков страны, много звонков и от коммунистов, и от бывших коммунистов. Мы уже говорили об этом, и хотелось бы повторить еще раз. Мы открыты абсолютно для всех тех, кто сегодня бескомпромиссно готов бороться с режимом Плохотнюка, Филатова и со всеми теми, кто на самом деле верит, что у Молдовы есть будущее, что Молдова может жить иначе, что Молдова может быть свободной страной, где соблюдаются гражданские права и свободы, где люди могут жить достойно, где будут социальные гарантии, где будет уважение к старикам, пенсионерам, где будет будущее у молодежи. Таких людей очень много, и мы будем рады, чтобы они также присоединились к нашему политическому проекту, к Красному фронту, и рассчитываем, что часть из них уже будут участвовать 10 мая на внеочередном съезде партии, и будут сопричастны к тем изменениям, которые дальше последуют. Я бы хотел передать слово Александру Рожко. Представьте, вот наш товарищ, бывший член Центрального комитета партии коммунистов, один из лидеров молодежной организации партии Комсомола, который продолжит... Здравствуйте, уважаемые представители масс-медиа. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех настоящих коммунистов. С днем рождения Владимира Ильича Ленина. Меня зовут Александр Рожко, как уже было сказано, я являюсь бывшим членом Центрального комитета партии, исключенным, по сути, за соблюдение устава ПКРМ, третья статья которого предусматривает критику в адрес руководящих органов. Происходящие в последнее время в ПКРМ метаморфозы, конечно же, не прошли мимо меня незамеченными. 7 июня прошлого года состоялся печально известный пленум ЦК ПКРМ, на котором из руководящих органов, а в дальнейшем и вовсе из рядов партии, были выведены настоящие лидеры, за которыми шел народ. Я был одним из немногих, кто голосовал против предложенного решения о выведении из политисполкома ЦК ПКРМ товарища Марка Ткачука, Григория Петренко, Юрия Монтинам. В октябре, в полном соответствии с уставом ПКРМ, я критиковал персонифицированный лозунг «Только ПКРМ, только Воронин», который напрочь сметает постулат о том, что коллектив – великая сила. Также я критиковал бездарный провальный менеджмент всей кампании. Не сказать, что я удивился конечному результату выборов, ибо как запряжешь, так и поедешь. Но каково было мое удивление, когда, по сути, те, кто провалил выборы, не только не были выведены из руководящих органов партии, но наоборот поощрены. В качестве второго человека в партии, а также председателя фракции в парламенте. Дальше, как говорится, больше. На декабрьском пленуме ЦК ПКРМ прозвучала мысль о том, чтобы договариваться с партиями власти и, возможно, голосовать за миноритарное правительство. Конечно же, в полном соответствии со своими убеждениями, я голосовал против. Я голосовал против и на февральском пленуме, на котором явственно и четко прозвучала мысль о поддержке миноритарного правительства. На этом же пленуме я неожиданно для себя узнал, что, оказывается, я три дня уже как исключен из партии. Те, кто меня исключал из партии, не нашли в себе смелость сказать мне об этом в лицо. Ну и ладно. В одном из интервью один из новоиспеченных лидеров ПКРМ заявил о том, что ПКРМ готова поставить плечо правительству для, в кавычках, консолидации общества и мира в стране. У меня вопрос. Ради какого мира был избран натовский министр обороны, который заявил о том, что Молдова должна готовиться к гибридной войне? Ради какой консолидации общества было поставлено плечо Майя Санду, которая стала уже неким символом антимолодежной политики в стране? Ради какого благополучия плечо, да и плечо ли, было подставлено Кириллу Габуричу, который не может сказать, есть ли у него высшее образование, как выяснилось, он был трижды исключен из разного рода учебных заведений. Он не может сказать даже, есть ли у него среднее образование. Тем более. Габуричу, который еще до голосования за правительство заявил с трибуны парламента, что его Кабмин, который по сути ничем не отличается от Кабмина Лянки, продолжит тот же самый путь, которым шла Молдова последние пять лет. То есть по пути коррупции, обнищания, развала страны. В такой сложившейся ситуации я нисколько не жалею о своем исключении. Более того, если бы я не был исключен, я ушел бы сам, ибо всякого рода заигрывания с Плохотнюками, Филатами и прочими входят в категорическое противоречие с моими убеждениями. Я присоединяюсь к партии Красный Фронт, так как вижу в ней действительно альтернативу на левом фланге. Крайне левая, принципиальная и бескомпромиссно-оппозиционная к нынешней власти партия это то, чего ждет народ. Никаких веляний, никаких заигрываний жестко и непримиримо против Плохотнюка, Филата и прочих. Власть надо менять. Спасибо за внимание. И небольшая ремарка. Я не исключаю. И более того, я ожидаю, что после пресс-конференции, возможно сейчас в комментариях на привески Ел, бывшие сопратицы начнут выливать тонны грязи, фекалий, яда и прочих жидкостей в мой адрес. Хочу обратиться к ним. Граждане плечистые, вы не нервничайте. Все будет хорошо, избиратель рассудит. Спасибо. Да, хотелось бы еще отдельно отметить. По результатам нашей прошлой пресс-конференции было очень много вопросов, почему мы призываем присоединяться к нам, именно активистов партии коммунистов. Здесь хотелось бы отметить, что именно среди членов и активистов этой партии сейчас очень много тех, кто недоволен действиями партии и партии выбранным курсом, которых притесняют и которых исключают. Также много тех, кто уже сам ушел из этой партии по этим же причинам. Хотелось бы отметить, что мы открыты к диалогу не только с активистами, бывшими активистами этой партии, а со всеми теми, кто разделяет наши взгляды и поддерживает выбранное нами направление. Поэтому мы не ограничиваемся только конкретными людьми и с конкретной партией. Спасибо. Уважаемые представители СМИ, хотели бы вам также сообщить, что сегодня в 19.00 планируется возложение цветов на Молдэкспо к памятнику Владимира Ильича Ленина. И поэтому, пользуясь случаем, мы бы хотели вас также пригласить. И всех тех, кто нас смотрит сегодня в прямом эфире или будет смотреть в записи, в 19.00 на Молдэкспо ждем вас. Еще один момент, очень важный, касательно этого. Вы знаете, что продолжается наша борьба и за свободу политзаключенных. Тот факт, что Григорь Чук, Амерберг перешли из СИЗО под домашний арест, это, конечно, послабление, но в любом случае арест остался. Они не могут покидать дом и более того, насколько мне стало известно, хотя прокуроры могли бы и согласиться, им не разрешают участвовать в этой акции сегодня на Молдэкспо в 19.00. Мы и дальше будем настаивать на том, чтобы в нашей стране, в Молдове, не было политзаключенных, чтобы все имели право на свободное выражение собственных взглядов, мнений на свободную политическую деятельность и решительно осуждаем то, что сегодня творится вокруг Григорь Чука и Амерберга, это давление и в том числе ограничение их политических прав, потому что никакую угрозу для общества они не представляют и абсолютно бессмысленное их нахождение под домашним арестом в этих условиях. Также хочу вас проинформировать, что уже есть подтверждение того, что в ближайшее время в Молдову приедет один из подписантов декларации в поддержку политзаключенных Григорь Чука и Амерберга со стороны парламентской ассамблеи Совета Европы. Речь идет о члене комитета по мониторингу парламентской ассамблеи Совета Европы Андре Хунко, депутат немецкого Бундестага, который намерен специально также приехать и посетить политзаключенных Григорь Чука и Амерберга под домашним арестом у них дома, посмотреть, переговорить и посмотреть каким образом соблюдаются их права. Это в качестве такой небольшой ремарки мы и дальше будем работать со всеми международными структурами, правозащитными организациями для того, чтобы полностью это дело, позорное дело для всей молдавской юстиции, дело политзаключенных Григорь Чука и Амерберга окончательно ушло в историю. за внимание, готов ответить на ваши вопросы, если есть. ответить на ваши вопросы, товарищ, да. Если не общаться, вы не обращаетесь, а что вы правительство габурича было избрано после моего исключения меня исключили до того как проголосовали за габурича у меня была какая-то надежда что может быть можно в партии как-то ситуацию изменить все-таки партии коммунистов это коллектив 26 тысяч человек партии не принадлежит одному человеку это не сереле с одним учредителем к сожалению выяснилось что все-таки по крм это превратилось в сереле с единственным учредителем и его ближайшим окружением которые восхваляют славу великому вождю чтобы он не зелу альте потребы но все да то есть чар му сумим и ва дурим о зи бун и во ри виде ряб сучес Субтитры создавал DimaTorzok